Лев. В апреле представителям знака льва необходимо усменить свой нрав и перестать метаться, как лев в клетке. В этот период вам необходимо спокойно заниматься рутином, рутиной отложив крупные дела, поэтому месяц такой у вас, плюс-финус, нехорошо, неплохо, но, с другой стороны, хорошо избавляться от старых вещей, от старых мужей, хотел сказать, парней, женщин. Расчистив пространство, в дальнейшем вы добьетесь серьезных успехов. То есть нужно отбросить все ненужные вещи и ненужных друзей. Весна делает вас в глазах окружающих необыкновенно привлекательным, очень хорошо изменить свой имидж. Это просто у вас пройдет на ура. 1, 4, 5, 13, 18, 27, 28 число для вас крайне благоприятны. Неблагоприятны 6, 8, 15, 22, 23, 29 числа. В профессиональной деятельности для достижения поставленных целей вам придется немало потрудниться, все легко вам даваться не будет, но любой будет вознагражден по заслугам, поэтому даже вот может быть какие-то подарки судьбы, но, с другой стороны, апрель может принести вам непредвиденные потери в финансовой сфере. Особенно, если делаете большие покупки типа недвижимости, большого автомобиля, но не стоит отчаиваться, включите режим экономии и действуйте в соответствии с продуманным планом. Поэтому отменяем большие покупки и находимся в строгой экономии такой несойственной львам. Самый расточительный знак зодиака должен стать на время месяца козерога. В апреле вы в глазах противоположного пола могут стать просто неотразимым, поэтому, конечно, меняйте прическу, делайте имидж другой, новые наряды, платье, дочь Габбана, Нина, Вичи и все что угодно. Для успеха на любовном фронте вам практически ничего не надо делать, так звезды склоняют и наделяют вас сексуальной привлекательностью и шармом, как никогда. Ну и вы можете даже прорваться на какой-то бомонд и стать, сделать какую-то рекламу, успех в рекламе у вас может получиться. Особенно, если вы уже не первый раз делаете рекламу того, чем вы занимаетесь. Ну и проблемы со здоровьем у львов в апреле могут быть связаны лишь только с переутомлением. Постарайтесь найти заработную середину и разумно чередовать работу и отдых, и тогда у вас все будет хорошо, малоподвижный образ жизни также для вас неблагоприятен. Поэтому лучше отправиться в хорошее, комфортное путешествие. По крайней мере, так вы можете себя немножко отвлечь. Продолжение следует...